Виктория, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашей Гомельской земле. Первый раз у нас в городе? Нет, я уже была. Так, тогда традиционный вопрос для всех наших гостей. Как вам Гомель? Прекрасный город, вообще мне все города очень нравятся, поэтому... Успеваете хотя бы немножко посмотреть? Из окна автобуса. Ну, в прошлый раз у меня была такая большая возможность, потому что я, на самом деле, даже провела эту творческую встречу в МВД или УВД, и они меня даже наградили. Да. У меня есть награда гомельская. Многие, Виктория, знают вас благодаря роли Ирины Зиминой, естественно, из телесериала «Глухарь». Расскажите, как этот проект, как эта роль повлияла в целом на вашу жизнь и на вашу карьеру? Ну, как? Конечно, повлияла. Я так же, как и все, наверное, артисты, многие, проснулась с известным человеком. Ну, на самом деле, это была такая тяжелая работа. Семь лет такой жизни, можно сказать. Как правило, ну, принято, что артисты, да, там делают роль, а здесь как бы роль сделала меня. То есть я научилась быть такой сильной, стойкой, научилась стрелять, драться. И, наверное, если бы я не сыграла Зимину, наверное, я бы не поехала бы в боевые точки вот эти всякие. Вы были на Кавказе, в Сирии, в Донбассе. Да, на Донбассе. Я думаю, что вот, наверное, благодаря этой роли. А в чем схожесть ваша и вашей героини изначально? То есть не в том плане, как она вас перевоспитала, скажем так, а вот изначально, когда читали сценарий, наверняка же пытались найти какие-то общие точки соприкосновения. Ну да, она также растила сына одна, там было такое совпадение, да. Был на то время у меня молодой человек младше меня. Ну, как-то вот я так сразу, как в жизни. Вот, но по характеру, конечно, мы отличались, и такая роль была на сопротивлении, можно так сказать. Потому что мне было очень тяжело править мужиками поначалу. Ну, спасал вот такой командный голос. Все думают, что поставлены, на самом деле, природные такие данные у меня. В детстве я как-то в институте все стесняла своего база. А потом, как говорится, пришла роль, где я могла уже по полной разойтись. Вот, поэтому как-то так. Вы действительно производите впечатление сильной, независимой женщины. Но в то же время, вот я на вас смотрю, понимаю, что вы очень хрупкая, нежная. Ну, конечно, я ранимая, да, я такая добрая. И иногда, конечно, за это и страдаю, можно так сказать. Ну, я все равно уже научилась как-то вот в нашем современном мире, уже так адаптировалась, я можно так сказать, на что-то не реагировать. Сначала, конечно, там все мы через что-то проходим, а здесь уже как-то с годами такой вот опыт есть. И поэтому уже я на многое не реагирую. И всем как бы это и советую. Читала в некоторых ваших интервью, что какие-то сценарные моменты перекликались в вашей жизни. Особенно это касается каких-то таких экстремальных вещей. И даже в какой-то момент вы просили сценаристов, пожалуйста, можно не прописывать какие-то ДНП, ЧП? Это была серия аварий, еще в первом сезоне «Глухаря», когда вдруг Зимина попадает в аварию, ее там отмазывают. И буквально через несколько минут и я стукнула машину, хотя до этого у меня не было ни одной аварии, в общем-то. Потом сын ломает руку, и мой в лагере. Как-то так все совпало. Я говорю, ну слушай, хватит что-то писать, что вот так вот вдруг с жизнью соединяется. Тут гипс, там гипс. Были такие. А только с этим проектом перекликалась жизнь? Или были тоже какие-то другие работы, в том числе театральные, которые как-то влияли на реальную жизнь? Нет, ну, наверное, в театре, не знаю. Но в театре у меня случаются, конечно, травмы там бесконечные. Ну, фильм «Мама в законе» у меня есть такой тяжелый проект, за который я взяла вот приз. И там такая тяжелая роль, и как раз это совпало с таким переходником моего сына. И как бы и там тяжело, и дома тяжело. И можно сказать, что мне все может было ничего не играть. Я так переваливала статью на всю площадку, и все, с таким же лицом, в слезах, в соплях. И вообще целый месяц я там рыдала. Поговорим немного о спектакле, с которым вы приехали к нам в Гомель. «Клара. Деньги. Любовь». Поскольку театр, прежде всего, признан воспитывать зрителя, какой самый главный вывод должны сделать сегодня зрители после спектакля? Мы пока еще не смотрели. Не знаем, что будет происходить. Читали небольшую такую аннотацию только. Ну, я думаю, вывод из этого спектакля такой, что некоторые говорят, что миром правят деньги, но все-таки это не так. Миром правит любовь, я бы так сказала. Все равно все закончится очень хорошо, и любовь, и она осознает свою ошибку, которую она совершила. И, в общем, так все будет. Пуся-пуся. Айпи-энд. Да, да, да. Ну, такой урок там будет для многих. Это такая легкая комедия, конечно, без какого-то там. Поэтому я думаю, что зрители посмотрят ее с удовольствием. У меня на самом деле в театре очень много всегда комедийных ролей, как ни странно. У меня есть один спектакль, ну, может быть, мы его сюда и привезем однажды вечером, там, с Кириллом Кременчуком. Это такой тяжелый такой спектакль. Драматические комедии, можно так сказать. Ну, там такой он сложный. А это такая легкая комедия, ну, такая вот комедия, прямая дурочка-дурочка. Получается, а в театре комедии, а на экране в основном это всегда драма? Да. Ну, кстати, в кино и в сериалах я считаю, конечно, какие-то серьезные более роли. А в театре я, если читаю, если неинтересно, и как-то образ так у меня совпадает. Мама же у меня режиссера, и поэтому она так подскажет. Я там ей первую очередь... Я даже сама могу не прочитать пьесу, так прочитать, чтобы времени не тратить. Прочитаю. И тогда нет, не твою, нечего вообще ничего нет, не действий, ничего, все отбрасывай. Все же размешить зрителя сложнее, чем растрогать. Мне кажется, все. Ну, комедию играть вообще сложно. Сложнее, наверное, чем драма. Мне кажется, это все и то, и то сложно. И растрогать сложно. Это много надо, чтобы растрогать, это много надо души вот всего туда нести, чтобы зритель плакал. Иногда не обязательно рыдать самой на сцене, для того, чтобы вызвать слезы там, по ту сторону. Но обязательно она как соединиться с залом. Что в комедии, что в трагедии. Не могу не спросить о вашей благодворительной деятельности. Она весьма обширная. Скажите, в каких проектах сейчас заняты? Знаю, что со Смоленском сотрудничаете вплотную. Ну да, у меня как бы какой проект? У меня один проект, это как бы Смоленщина. Были вчера в Витебске, мне так было обидно. Думаю, 70 километров до дачи, все купаются, отдыхают. Так я тут сижу. Так хотелось сесть и рвануть просто туда. Да, у меня помоги детям Смоленщины фонд. Поэтому, конечно, основная такая деятельность. Ну и Донбасс сейчас. Да, там и туда, и дети, и военные. Как просят помощь, так и помогаем. Знаю, что у актрис не принято спрашивать о внешности. Но, тем не менее, хочу сделать вам большой комплимент. Вы действительно прекрасно выглядите. Я думаю, что нашим зрительницам, слушательницам будет приятно, скажем так, услышать пару секретов, конечно. Да, что самое главное? Вы знаете, мне кажется, самое главное – это человеческая душа. Вот насколько ты себя воспринимаешь. Я вот сюда думаю, вот так паспорт открою и думаю, нет, это не я. Потому что мне кажется, что в душе мне где-то 25-30, и я все время задаю себе, когда же я помню это? Повзрослею, можно так сказать. Но, наверное, это как-то не получается, потому что я как росла такой какой-то озорной девчонкой, да, тут на Смоленщине воровали яблоки, в деревне сидели в огороде, бегали там с пацанами, рвали штаны, как бы эти танцы. И вот я как заморозилась, наверное, в том времени. Ну и вот эта вот душа, эта доброта, наверное, она и, как говорится, дает какие-то внешние данные. Такого нет у меня какого-то секрета, что чем-то намазаться, и ты... Ну естественно, я как все пью витамины, сейчас уже пачками можно уже не завтракать. Какой сон? Сна нет. Нет, сна нет, не получается. Ну какие-то маски, естественно, я хожу к косметологу, ну так, лайт, пытаюсь все это делать. Но мне кажется, вот это все состояние души. Чем вот человек будет себя грузить проблемами, так, этими всеми, он, мне кажется, и во внешности так загрузится как-то. Нет, а когда ты будешь вот жить душой какой-то, мне кажется, ты не будешь стареть. О планах на будущее, о чем мечтаете? О каких ролях, предложениях, сотрудничестве с режиссерами? Ну, прежде всего мне хочется, конечно, какой-то хороший проект, потому что предлагают много, но приходится отказываться, потому что мне неинтересно играть в каких-то бизнес всяких вумен, там еще какие-то социальные непонятные драмы. Бросил, ушел, тюрьма, память пропала, и все вот, все на одну какую-то пластинку. Как моя мама сказала, планка есть, и ее нельзя как бы понижать. Лучше, говорит, вообще не сниматься, чем сниматься там, где уже... Нет, у меня впереди есть большие планы, сейчас пишутся проекты. Опять же, там, да, такие они будут... Ну, мне хочется надеяться, что это будет значимый, такие сериалы, потому что сейчас с контрразведкой будет связано там. Да, такая роль может разведчица. Также я хочу снять сериал сама... Ну, как, не то, что прям как режиссер-продюсер, я, понятно, что все равно сыграю главную роль про героев Донбасса, но не про как бы военных, да, там, это понятно, что много будет фильмов, не надо и снимается, а про детей. Потому что есть очень много историй, которые меня просто потрясают. То есть я вообще там с 16-го года, и когда мне рассказывают, что какой-то мальчик 10-летний там спас там бабушку, там, дядю, и который при обстреле просто без Мариуполя, вот мальчик там, и мне потрясла эта история. Вот, и он целый месяц под бомбежкой ухаживал, они были лежачие, он, то есть, подмывал, доходил еду какую-то, воду, все, он ухаживал за ней. Это будет документальный или художественный фильм? Нет, это будет художественный фильм. Конечно, это будет, ну, сериал, скажите, сложный, но сериал, потому что детское кино вообще снимается сложно, да, это же надо найти таких подростков, которые смогут это все. Ну, естественно, и как вот я разговаривала там с продюсерами, которые тоже заинтересовались, естественно, будет потом фильм о фильме, когда эти реальные дети будут, естественно, рассказывать, потому что про это, мне кажется, ну, могут не... И таких историй там много, очень. Таких маленьких героев. Я желаю вам большей удачи. Спасибо. Чтобы все ваши планы были, чтобы все у вас получилось. И последнее, это пожелание для всех наших слушателей, в данном случае зрителей. Ну, я хочу пожелать, наверное, всем, ну, все здоровья, да, после ковида мы все друг другу желаем, наверное, здоровья. Вот. Терпение, наверное, сейчас в нашей жизни, чтобы... Ну, естественно, чтобы прежде всего люди оставались людьми. Вот. Человечности, что так очень не хватает. Ну, не знаю, мне кажется, у вас тут все в порядке с этим. Мы в Москве живем в таких тяжелых условиях, вот, поэтому вот хочется пожелать всем добра, добра, и чтобы вот у людей, прежде всего, присутствовала душа. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.